наша недельная глава называется карах начинаем главу карах и оделился карах сын и цгара сын кигата сын леви и дата наеверам сыны илиава и он сын и риувена и предстали они перед машей вместе с людьми и сынов израиля 250 человек вожди общества призываемые на собрание люди именитые смотрим комментарии раши почему у нас доходит только до леви а до якова не доходит так однако не упомянуто что леви сын якова потому что яков просил для себя милосердия чтобы имя его не упоминала связи с их мятежом как сказано и с обществом не соединись не здесь честь моя это у нас глава вайхи когда я к областях вот он шимона и льви порицает и говорит не произнести не произнести к их обществу честь моя вот так а где упоминается его имя связи с карахом то есть где родословие караха доведена до якова в хронике крови к это книга писания это девре мим где их сынов караха родословное дается что до возвышения на котором левиты располагались для служения песнопения в храме сказано сын элья и вия сафа сына караха сына изгара сына кегата сына леви сына израиля хроника 622 23 то есть там где говорится о достойных людях основе караха которые раскаялись вот там уже идет родословие до я к вот так и дата неферам они все время на протяжении всех событий начиная зловы шмот они себя вели недостойно эти люди все время пытались что-то сделать плохое маша их спасал спасал чтобы не убил дали рама чтобы не убил его египетский насмотрщик это насмотрщик этот надзиратель египетский переспал с его женой и хотел убить аверама маша вступился убил египтянина но дата на верам они все равно пришли доложили фараону что маша спас и маша бежал от фараона еле спасся и жил он эфиопии 48 лет медьяни уже в египет не возвращался до тех пор пока всевышний не сказал им уйти и потом здесь пустыне тоже они у мотали очень много здоровья но маша никогда им не мстил это его четверо и родные мраки но пришло время когда всевышний уже их не оставляет то он сын пилета нам известен только из этой главы достойнейшая личность вернее его жена которая спасла его и представили не перед машей вместе с людьми и сыном израиля двести пятьдесят человек вожди общества призываемые на собрание люди именитые и столбились они вокруг машей агрона и сказали им полного ведь все общество все святы и среди них бог отчего же возносите вы над собранием бога и услышали маша и полнит и говорил караху и всем сообщниками вот так завтра утром известит бог то его кто свят и того приблизить себе и кого изберет он того приблизить себе они требуют священнослужения карах он считает что машей несправедливо поставил свой брат агрона на должность мало того хорошо это его родной брат допустим он тоже сын кегата первого сына получается сына врама он первый сын кегата а вот он сын эсгара то есть второго сына кегата и он должен был занимать высокую должность в стране а он носит ковчег завета и считает для себя это мало а он считает что эль-софан сыну зелья сын 4 сына кегата узеля вот его поставил маша руководить левитами со святым коленом из трех колен левит вот так главный левит стране получился вот он и говоришь это несправедливо не хочет признавать что это всевышний так решил считает что машей так решил вот что сделайте возьмите себе совки карах и все сообщники его и положите в них огонь и кладите на них связь благовония перед богом завтра и будет человек которого изберет бог тот свят полно вам сыны леви то есть маша просто говорит вот надо вы бегу взяли каждый свой совок положили в них угля предстали перед всевышним и уберли вот теперь вы это сделаете с агроном и народ будет в равных условиях с вами тоже будет совок и положит и всевышний сам решит кто его и кто свят искал маша караху слушайте шин сын и левит мало вам того что выделил вас все сильные израиля из общества израиля и приблизил вас себе для совершения службы шатре откровения бога чтобы стоять перед обществом чтобы служить за них и приблизил тебя и всех братьев твоих сынов левит с тобой а вы просите еще и священнослужение поэтому ты и все сообщники твои собираетесь против бога агарон же тут причем что вам роптать на него то есть мы знаем историю что всевышний поставил агарона первосвященником такую высокую должность это машине в коем случае это не делал но карах обвиняет что маша своего брата поставил и послал маша позвать до данная верама сынов или а ва но они сказали не пойдем разве мало того что вывел нас из страны текущей молоком и медом чтобы умертвить нас пустыни ты еще и властвовать хочешь над нами как братья иосифу говорят неужели ты царство будешь над нами то есть вот их задело это не привел на страну текущий молоком и медом и не дал нам даже по участку поля или виноградника неужели глаза тем людям выкорешь не пойдем и весьма досадно стало маша искала богу не обращая внимание на дар и ни у кого из них не взяла ни одного осла и зла не сделай никому из них искал маша караху ты все сообщники твои будьте пред богом ты и они и огород завтра и возьмите каждый совок свой и положитель на них смесь благовоний и перенесите пред богом каждый совок свой 250 совков также ты и огород каждый совок свой то есть это не сброд это очень уважаемые люди в обществе в этом весь вопрос вот они считали что карах прав вот так так он их сумел убедить и граждане лишь что он просто подходил к машей спрашивал как поступить вот если цицит сделан весь из голубой нити нужно ли вставлять него и голубую нить маша говорит нужно встречает который написано он на смех период на смех маша потом говорит что то нужно на косяке ставить мезуза а если дом полный книг торы свитком нужно ли мезуза на на косяке двери маша говорит нужно он опять на смех поднимает маша то есть он сумел такими вещами убедить людей сообщиков своих чтобы они пошли против маша и взяли и каждый совок свой и положили в них уголь то есть даже на дорогу каждый свой совок и положили на них смесь благовоний и встали ухода в шатер откровения с машей агароном и собрал против них карах все общество ухода штер откровения и явила слава бога всему обществу и говорил бог обращаясь к машей агарону так отделись от этого общества и уничтожи их вмиг и пали они они ниц и сказали все сильные в силе душ всякой плоти один человек загрешил а ты на все общество гневаешься виноват один карах причем есть общество но даже если люди что-то немножко не поняли говорил бог обращаясь к машей агарону так сейчас машет так говори обществу так отступите во все стороны от жилища караха датана и авирама и встал машей пошел датану и авираму и пошли за ним старейшины израиля и говорил он обществу так отойдите от шатром нечестивых людей этих и не прикасайтесь ни к чему что у них а то погибнете из-за всех грехов их и отступили они от жилища караха датана и авирама во все стороны а датаны и авирам вышли из из стали ухода в шатры свои женами сыновьями и малыми детьми своими искал маша поэтому узнайте что бог послал меня совершать все эти дела они выдумал я это если смертью всякого человека врут они и удел всякого человека посидит то это послал меня не бог если же нечто необычное совершит бог и расстроит земля уста свои и поглотит их и все что у них и сойдут они живыми преисподнюю то знаете вы что люди эти странили бога то есть это невероятно то что говорит маши это явление совершенно необычное если в это было землетрясение земля там провалилась пропали с кого-то случайности что-нибудь а тут нет как животное рот открыла съела закрыла все вот этом он говорит маша что-то невероятное и живые преисподнюю чек убирает потом уже умирает а выйдет преисподнюю если заработал но нет живыми в преисподнюю невероятность маша говорит такие вещи невероятные и было как только закончил он произвести слова эти развера земля под ними и раскрыла земля уста свои и поглотила их и дома их и всех людей караха и все имущество и сошли они со всем принадлежащим им живыми в преисподнюю и покрыла их земля и исчезли они из среды собрания а все страны израиля которые вокруг них разбежались от крика и говоря как бы не поглотила и нас земля то есть этот крик мы слышим до сих пор они кричат то есть живые преисподнюю не не мертвые преисподнюю поле и огонь вышел от бога и пожрал 250 человек принесли что есть благовоний то есть карах не пришел с совком он понимал чем это может закончиться знаем что было снова в игру их он прислал а сам нет сам был возле своего шатра то есть он погиб он под землю залетел а вот пишется в торе а сыны караха не умерли и дража говорит что раскрылась земля и они летели вниз они раскаялись наш отец не прав прости господи всевышний сделаем островок и они на нем остались стоять и стали большими людьми и от них произошел пророк шмуэль то есть очень великие люди они псалмы дают свои вот у нас сам и давида есть псалмы которые дают нам сновья караха а весов есть по словам асафа есть такие еще и он от себя псалмы дают то есть очень большие люди они стали вот эти люди перед наступение храме вот так а что касается она сына пилета то его спасла его жена мудрая жена строить свой дом когда она узнала что он хочет идти на восстание на говорит а зачем тебе идти на восстание ты же не левит ты первозреченником не станешь ты же не с коленой гуды царем ты не станешь ты никем не станешь победит маша ты кем был тем остался по и карахты где был тем остался зачем тебе идти нет я мужик это слово я пойду по любому ничего на взгляд не мало говорит много покушать ты хоть можешь сесть покушать да покушать дала вина выпил еще выпил заснул и когда они пришли звать его на собрание он спал она открыла свои волосы и сидит моют голову они люди были все соблюдающие и они не могли подойти к женщине с открытой волосами и они не осмелились и ушли без него и так она спасла своего мужа и драже верить что когда это началось что кровать его начало вверх уже в сторону ну это уже метраж его еще надо правильно понять но факт что что мудрая жена строит свой дом а нечестивая жена разрушает свой дом это как жена караха это на его уговорила поднять восстание то есть агарон пришел весь удрученый что с тобой он говорит что меня унизили я пришел сегодня в храм и агарон весь стоит весь бриллиантах он меня поднял тряс меня обрели то есть и вышел скала брить все волосы у левиток все и он себя чувствует унижена и ученого что это не такое тебе надо понять восстание сверху власть и он этого добивался есть много версий почему он это делал но в общем он хотел власти если какие то вопросы спрашивайте пожалуйста или говорите что и говорил бог обращаясь к машет так скажи элязару сыну агарона коину пусть возьмет совки из пожара огонь сбросит подальше ибо они осветились а из совков этих людей провинившие своей душой узел плоские листы для покрытия жердника ибо их принесли пред богом и они осветились пусть будут они знамением для сынов израиля и взялые за аркой медные совки которые принесли те что были сожжены и расплющили и для покрытия жердника в память сыном израиле чтобы не приближался человек посторонний который не из потомков огорода воскуривать смесь благовоний пред богом и не случилось с ним тоже что с карахом и с общиками его как говорил бог через маши всевышний простил их их смерть искупила их не грех они все праведники эти люди были достойны ну сошли с пути ну доля в будущем мире у них есть наши мудрецы караха доли будущем мире нет за этот поступок он действительно был человеком особого ума он не был каким-то глупым человеком чем скорость его победила и что такое живыми в преисподне точек убирает потом лет преисподнюю тут живой если мы берем ханух голове брешит написано что прожил ханух 365 лет и и ушел и не стало его всевышний взял его все написано умерли он не умер как это не умер вот как бы он в рай попал живым такое чудо невероятное с ханухом есть другое мнение раши на эту тему раша говорит вообще что праведным праведен он был не стояки всевышний хотел чтобы он согрешил он его забрал раньше из мира но если мнение что действительно он заслужил чтобы живым пойти на небо как сестра дочь ашера серах вот она тоже она была праведница и дожила до царя давида в общем прошла всю пустыню египет в общем много лет прожила и всевышний взял живое на небо также и прок или я то есть живой ушел не умер то есть есть такие у нас случаи да и возраптала всеобщество в израиль на следующий день на маши агрона и сказали вы умертвили народ бога но когда собралось общество против маши агрона и на праве шатру откровения то вот покрыла его облако и явила слава бога и пришли маши агрон к шатру откровения и говорил бог обращаясь маши так отстранитесь от общества этого я уничтожу их миг и поле они ниц и сказал маши агрону возьми совок и положи на него огонь жертвы и положить весь благовоний и неси скорее к обществу искупить их ибо изливается ярость бога начался морг и взял агарон как говорил машей побежал среду собрания и вот начался мор в народе и возложила смесь благовоний искупил народ и стал он между мертвыми и живыми и прекратился морг то есть между мертвыми и живыми кто это стал наши мудрецы говорят стал ангел смерти он его остановил он говорила арону чтобы он его не мешал потому что всевышний его послал чтобы он сделал мор а агрон сказал меня послал маши а он ничего без слова всевышний не делает и ангел смерти стал и было умерших от мора 14700 кроме умерших из-за караха мы не знаем сколько было людей умерших из-за караха семья датана семья аверана семья караха оставшиеся вот кроме этих трех сыновей асира альканы а весафа не знаю потому что большие были семьи у них меньше ну даже 50 человек еще общем и сколько там их было не знаю вообще могут и большие семьи быть в общем 250 человек же умерло совками сгорели и вот эти три семьи то наверно около 15 тысяч человек хотя это число здесь не написано и главное что агарон также берется вог и возносит смесь благовоний и все в данном случае он не умирает все кошерно он все сделал правильно как маша сказал то есть тогда вегу взяли решили что так могут поступить в хороших целях вот взяли каждый свой совок и сгорели умерли и необычной смертью чудо случилось души с тела их вылетели а одежда и тела целые вот чудо а здесь совки остались целые и маша приказал из них где-то билку для жертвника память этих событий он прекратился и говорил бог обращаясь маша так говорится нам израиля возьми у них по посоху от отчего дома от всех вождей получит вам их 12 посохов для каждого напиши имя каждого напиши на посохе его а имя агарон напиши на посохе реви и вопросах один для головы отчего дома их наши мудрецы говорят взяли 12 одинаковых палок и на каждом палке написали имя рода начальника колено и положи и в шатре откровения перед вельцам союза где я являюсь вам и будучи которого изберу посох его расцветет и так уймуя перед собой ропа цену в израиле который они поднимают на вас и говорил маша санам израиля и далее ему все вожди их по посоху от каждого вождя получит вам их двенадцать посохов и посох агарона среди посохов их и положил маша посохи перед бога в шатре откровения и было следующий день когда вошел маша в шатер откровения и вот развел посох агарона от дома леви и расцвел цветами пустил почки и созрел на нем миндаль то есть невероятно обычно идут почки потом цветочки потом почки потом листочка на цветочки потом цветочки потом миндаль а тут все вместе одновременно и вынес маши все посохи от лица бога ко всем сынам израиля и они осмотрели и взяли каждый свой посох и сказал бог обращаясь маша верни посох гарона перед свидетельством союза на хранение в знамение сынам строптивым и прекратится ропот их на меня и не умрут они и сделал это маша как повелел его бог так он и сделал это чудо невероятное просто на глазах у всего народа как можно после этого в чем-то сомневаться увидят такое это трудно себе даже представить и сказали сыны израиля маша так ведь мы умираем погибаем все мы погибаем всякие приближающиеся которые приближаются капитальная бога умирает не обречены ли мы все на смерть искал бог огорома их сновьят твой и дом твой с тобой ответственность за вину против святилище и ты если врат вой с тобой ответственность за вину против священого служения вашего также и братья их коляно ливи племя отца твою при близ day чтобы присоединились они к тебе и прислушивали тебе а ты сновьяjar твои с тобой будьте перед шатром откровения то есть он говорит что в этом вина всевышний говорит вы вино звено на за вину против святилище вроде вашего священнослужения то есть что-то надо и лучше лучше что-то исправить надо то есть без вины ничего не бывает мы должны всегда находить себе вину всегда именно в себе не в ком-то искать я решил все договорщики плохие мы хорошие нет на найти все почему это получилось в этом здесь говорится и пусть исполняют они службу твою и службу всего шатра но к священным сосудами к жертву не подходят чтобы не умереть им и вам и пусть присоединяется присоединяться к тебе и исполняет службу по шатру откровения всякую работу при шатре посторонний же не должен приближаться к вам исполняйте же службу по святилищу и службу по жертву и не будет больше проявляться ярость моя против снова израиля вот я взял братья ваших левитов и среды снова в израиле вам в дар отдан они для бога для исполнения работ пришли от ковения а ты и сновья твои с тобой соблюдайте священнослужение ваше во всем что касается жертвника и того что за завесой и исполняйте работы священную работу священнослужения в дар там я вам а посторонний если приблизит смерти будет предан всю священную работу выполняет колено левит часть выполняет коины самые святые вещи и жертвы приносит всего левит им помогает во всем и говорил бог обращает и говорил бог огром вот я поручайте наблюдение за приношением нет за всем что посвящается на израиле тебе даю я их назначенную долю и сновьян твоим вечное установление вот что принадлежит тебе и жертв высшей святости и за неполимых жертв всякая жертва их для кого-либо хлебного для кого-либо хлебного дара для какой-либо грешительной жертвы или какой-либо правильной жертвы которые они принесут мне жертву высшей связи тебе это и сновьян твоим то есть мы знаем что коины эти жертвы хлебные едят что касается жертв сожжения естественно он ничего не получает никто это не ест шкура достается коины которые приносят а вот если это жертва уже припочистительная коины обязанное есть а если это жертва мирная значит грудина и правая задняя голень как минимум достается коина если человек просит коин сам ее и зарезал отслеживал все сделать ему еще достается и передняя правая голень и плечо челюсти и желудок это язык челюсти там желудок животного больше получается чем случае если человек самый урежет даже святая святых можешь ты есть это нашему для это значит во дворе храма ни в коем случае не заходить святая святых куда первосвященник один раз в емкий пур может зайти это очень опасно зайти вообще кроме всяких жертв так даже святая святых можешь то есть это всякий мужчина может есть это свято но для тебя а это тебе дарственное приношение от всяких жертв которые цены израиля приподнимают знак восхищения богу тебе я отдаю их и сновьян твоими до сириан твоих с тобою вечное установление всякий чистый доме твои может есть это а все лучшее из оливкового масла и все лучшее из вина и зерна начатки которые не дают богу тебе отдал я первинки всего что в стране их которые они принесут богу для тебя будут все будут всякий чистый в доме твоем может есть это все посвященное в израиле тебе принадлежит каждый первенец всякой плоти открывающую трогу которого приносят богу от людей и от скота тебе будет но ты должен выкупить первенца из людей и первенца из кота нечистого а выкуп его когда исполнится его месяц вы купи его по оценке 5 серебряных шекелей по шекелю священному 20 монет гера он но первенца из быков или первенца из овец или первенца из из коз не выкупай святыни они крови их окропляй жертвами а жир их воскуривая в огнеполимую жертву благоухание приятное богу а мясо их будет для тебя как грудина предназначенная богу и как правая голень тебе принадлежит оно всякие приношения святынь которые приносят цены израиля богу даю я тебе и сновьям твоим и начерям твоим с тобою вечное установление союз вечный как соль это пред богом для тебя и для потомство твоего с тобою союз вечный как соль то есть соль это пред мелахалам союз соли как соль не портится не сгорает ничего с ней не сделаешь он только может кашировать на сохраняет еду разную в общем в общем вот такой союз вечный искал бога рону стране их не получишь ты надела и удела не будет у тебя среди их я твой удел и твой надел среди сынов израиля основливи вот дал я всякую десять минут снова израиля в надел за работу их которые не исполняют шатре откровения нельзя более приближаться нам израиля к шатру откровения чтобы не понести греха и не умереть ужасные леви сами исполняют работу по четыре откровения и сами несут вину свою в вечное установление во всех поколениях ваших а среди сынов израиля не получит они на дело так как десятину снова израиля которую они приносят приношение богу дал я левитам в надел то поэтому сказала им среди сынов израиля не получит они на дело и говорил бог обращаясь к машетта левитам же говорит скажи когда будете брать от снова израиля десятину которая дам вам от них в надел ваш то приносите из нее приношение богу десятину из десятину из десятину и защитно будет вам это приношение как зерно из гумна и как вино из винодельни также и вы приносите приношение богу из всех десятин ваших которые вы будете брать от сынов израиля и приносите из этого приношения богу и отдавайте его арону коин если левиты тоже от своей десятины до десятина коин и всех даров которые получите переносите приношение богу всего лучшего священную его часть скажи им когда принесете вы лучшее из него то засчитано будет левитом как урожай из гумна и как урожай из винодельни и можете есть его во всяком месте вы и семейство ваше ибо это плата вам за вашу работу при шатре откровения и не будете вы за это нести греха если принесли вы с лучшей из этого не скверняйте же посвящаемыми сынами израиля да вы не умерли вы на этом глава карак заканчивается кто хочет что-то рассказать сказать спросить не стесняйтесь пожалуйста в мире на тот момент почему он что могла только власть еще почему он власть ему просто купить да это умный вопрос мудрецы смотрят да он самый богатый человек мире а как он может это сделать как он может воспользоваться богатством они в пустыне у него золото у него драгоценные камни у него все но ничего же ты не можешь приобрести в пустыне все есть и выше все дает что тебе нужно он хочет прийти в землю и стать богачом купить острова города не знаю что хочет купить страны за это богатство хочет быть богачом неимоверно а тут что он просто это камни это железяки и он от этого страдает это невозможно носить было он уже что ему делать взял зарыли половину этих сокровищ которые у него все равно тяжело носить еще половину зарыли потом еще половину в общем чтобы облегчить себе задачу это невероятные были состояния и он поэтому пытался поднять восстание чтобы пойти в страну если он победил бы на восстании то он считает что тогда он сможет прийти в страну и воспользоваться им богатством так ваши мудрецы это объясняют а так конечно он только страдал от этого вот так что не мог воспользоваться богатством свои у него была логика у него была логика обычно бизнесмен вот и богатство то что описано был самый богатый на самом деле он богатый не был потому что то есть то что было это все обесценивалось ему надо было создать этим предметом у него были ценность потому что не потеряли всю ценность всю стоимость богатым человеком богатым человеком хотел защитить просто свой свой капитал но так так мудрец и понимает это место потому что ну как но можете представить ну есть у тебя невероятное количество злота а для чего если ты вообще ничего не можешь сделать у тебя все есть пустыне планируешь ты ничего не можешь делать с ним что ты будешь дворцы всем пустыне строитель это никак никак маша тоже был левитом и другие левиты они скромно жили пишется и они ничего с собой не брали с египта маша ничего не взял и там просто ушел без ничего никаких богатство не просил всевышний в дом ему просто просто подарил сокровище подарил ему просто в пустыне когда выруби скрижали говорит такие же как первые машина шел у себя в шатре сапфировую глыбу вырубил для скрижали осколки всевышнему подарил другие люди брали он ничего не брал вот всевышний решил ему отдал вот так вот он стал богачом тоже машин но карах вот он добился добивался он получил то что он хотел вот так вот отлично умный вопрос это умный вопрос все читаем хапецхайм любите делать добро ежедневные уроки в умении давать уроки равва фишеля шехтера по книге хапецхайма ават хэссен перевел на русский язык и далее спиннады день 28 27 тишили 28 ниссана ават хэссен раздел 2 глава 7 неоспоримо сегодня установлю обычай каждый вечер вспоминать какое доброе дело сделал течение дня и планировать что могу сделать завтра тора приравнивать уклонение от хэссена кидала поклонству но суетой обыденных действий дел человек может это скрывать медражка лет раба 7 4 говорит если человек отрицает хэссен он как будто отрицает самого творца слово отрицает звучит странно хэссен делают или не делают причем отрицание хафецхайм объясняет человек отрицает ценность хэссена и этим отрицает основу на которой творец создал этот мир хотя хэссен твоя суть для меня это ничто говорит такой человек своими мыслями и действиями творцу талмуд тубот 68 а прямо говорит кто отворачивает глаза от такие как будто идолопоклонник это сказано человеке который отворачивается становится занятым или вдруг вдруг может на выйти из комнаты когда входят нуждающиеся такая реакция не исходит из сердца сознающего хэссен как цель жизни кто умаляет ценность хэссена сталкивается столкнется с проблемами о которых мы говорили в предыдущих главах каждая возможность помочь создать создаст новое препятствие такой человек постоянно ставит свое удобство перед нуждами других людей он будет убеждать себя в том что другой на самом деле не нуждается в помощи или не заслужит ее и будет проваливать жизненные испытания одно за другим поэтому говорит хафецхайм человек должен отдалиться от этих плохих мыслей и стараться уподобиться шему делай добро обычно термин плохие мысли относятся к ереси и искушению похоти но здесь к мысли о том что хэссен не так важен хафецхайм не просто говорит об уклонении от добрых дел и пожертвований но и предупреждает человек не должен так даже думать наоборот должен стараться усвоить перспективу торы чем больше он дает тем больше получает свете этого каждая просьба о помощи становится возможностью каждая уступка и благо каждый рубль подаренный или данный вдох это самое надежное и выгодное вложение они принесут тысячи кратную прибыль праведный еврей прошлых поколений и в наше время тоже спрашивает себя перед сном что хорошего я сделал для ближних евреев сегодня есть ничего не может вспомнить решает помочь кому-то завтра и только тогда может заснуть для такого человека недостаток хэссен чувствителен это брешь его нишаме которую он должен заполнить человек который приучает себя так думать обретает полное право принадлежать к еврейскому народу человечеству и миру созданному творцом на этом наш сегодняшний урок заканчивается всем браха проноса кавана мазал то что мы это часть не грешили изучали тору все все самое лучшего до встречи четверг блин эдер в час дня на канал мы там ставьте лайки то желает его друзьям передавать это видео чтобы несли тору как можно большему количеству людей до встречи